Почему нужно молиться, если Бог все равно все знает? Вот мой ответ, да, христианский, потому что Богу нужно знать нашу волю. Вот раньше, говорит святой, я все время хотел, чтобы было так, как я хочу, но видел, что бывает не так, как вы заметили, как я хочу, а так, как хочет Бог. И тогда я сказал, пускай все будет так, как хочет Бог, и с тех пор я вижу, все происходит так, как я хочу. Вот она молится, она просит, но она не меняется, потому что Господь, Он даст тебе, но Он не может дать тебе в том состоянии, в котором ты находишься. Ты просто это не понесешь, ты это не примешь. И потом буду я и нестяжательным, потом будем раздавать имение, но пока дай мне это имение, будет хорошо, а потом разберемся. Но мне нужен, наконец, электромобиль, потому что, потому что, потому. Почему? Прошение и молитва. Ну, это не то, когда ты отправляешь бумажечку с шариком на небо, вот, там шарик туда долетит, бумажечка доставится, и, в общем, и оно будет как-то исполнено, это желание. А чего же ты тогда такой бедный, если ты верующий? А если, например, посмотреть на моего сына, который погибает после причастия, будучи чистым мальчиком, 25 лет, и подьяконом, да, то есть получается, что я, да, мне там, ну, я не буду перечислять эти горести и печали, но я-то понимаю, что я-то получила просимое, а в результате я знаю, что мой сын достиг того, что, я не знаю, достигнули даже я или там кто-то. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и сегодня мы по традиции обсуждаем одну из тем, которую подняли наши авторы, авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире. Сегодня такой автор Иван Крошкин, культуролог. Ваня, добрый вечер. Здравствуйте. А тема, которую мы хотели бы обсудить, Ваня, как мы с тобой сформулировали, «Зачем что-то просить у Бога, если Он и так сделает, как для нас лучше?» Такой вот простой вопрос обывателя, и чтобы обсудить его, мы пригласили Татьяну Маругова, общественный деятель Татьяны и поэтесса, и игумена Луку Степанова, настоятеля Спасской Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского госуниверситета. Добрый вечер, отец Лука. Давайте для начала послушаем программу Вани, и тогда мы поймем, к чему мы идем. В начале своего пути к Богу, когда я только начинал ходить в храм, меня очень беспокоила моя молитва. В смысле, как молиться? Я искал молитвы в интернете, потом купил молитвослов, но каждый раз, когда я начинал читать, мысли уплывали с содержания на какие-то бытовые вещи. Что приготовить на завтрак, что купить в дом, что почитать по учебе. И каждый раз, когда мои мысли улетали, я заканчивал молиться, потому что думал, «Если я отвлекаюсь, значит сейчас не время для молитвы». И еще мне тогда казалось, что мои просьбы к Богу остаются без ответа. Молился о себе, но ничего не менялось. Молился о других, и тоже будто бы ничего не происходило. Как-то раз я остановился возле одной церкви. Я много раз проходил мимо нее, а тут решил заглянуть внутрь. Это была церковь святого Николая в Кленниках, где в XIX и XX веках служили двое святых – отец Алексий и отец Сергий Мечовы, отец и сын. Там было много брошюр для новоначальных. В одной из них я нашел ответ на мой вопрос – «Как же нужно молиться?». Это был сборник духовных слов отца Сергия. Перескажу, как понял. Существуют три уровня молитвы. Начальная – когда ты отгоняешь отвлекающие мысли. Средняя – когда ты умом входишь в слова молитвы. И совершенная – когда ты чувствуешь вознесение своего сердца к Богу. И эти три уровня проходят все. Проходили их даже святые. Но главное, он писал, что молитва – это труд. Потому что в момент молитвы человека особо искушает лукавый дух. И нужно потрудиться, чтобы его от себя отогнать. Для меня это стало открытием, что молитва – это труд. И что нужно отгонять мысли, которые тебя отвлекают. А я, получается, просто сдавался. И вот однажды мне написала моя сестра во Христе из Америки. Она поделилась тем, что у нее до сих пор не нашлось там братьев и сестер по вере. И она чувствовала себя одинокой. Ее история тронула меня. И стала импульсом для начала борьбы за молитву. Помня о словах отца Сергия, я старался отгонять мысли и сосредотачивал свой ум на словах молитвы. Это была настоящая борьба с лукавым, который хотел, чтобы я думал обо всем подряд, кроме общения с Богом и скорби другого человека. Спустя неделю такой молитвы мне написала та сестра. «Дорогой брат, произошло чудо! Я ходила в храм и там подружилась со священником, который пригласил работать в воскресную школу. Спасибо за молитвы!» Когда я прочел, внутри появилось чувство радости и благодарности Богу. Благодарности, что Он так замечательно устроил жизнь моей сестры по воле своей. Это чудо придало сил моей вере. И через него Бог научил меня, как нужно молиться. Частное мнение Вань, вот после этой программы у тебя какие мысли пошли? Почему ты предложил обсудить это на вечернем эфире именно в такой формулировке? Ну, конечно, мне показалось замечательным найти ответ на то, как удерживать мысли во время молитвы, как бороться за эту молитву. И когда, кажется, ты находишь ответ, и молитва получается, встает как будто бы, ну, новой глубины вопрос, что если я вот предстаю перед Богом, и Бог, я верю, Он знает мои мысли, знает мои помыслы, видит всего меня настолько, насколько я даже сам себя не вижу, зачем тогда вот эта борьба, и даже успешная борьба, зачем она необходима вообще Богу? И я еще прочитал у отца Антонио Суружского, что Христос сам молится за нас. Ну, и тут тогда, конечно, вопросов стало еще больше. Вот та же самая сестра из Америки, про которую я рассказывал, ну, если Христос за нее молится, могу ли я чем-то здесь помочь? И почему мне нужно быть включенным в эту молитву? Ну, я даже скажу страшнее, что мне неверующие люди говорят, что здесь и ловушка может быть. Ну, как бы вот получается, вы православные молитесь, если Бог дает то, что вы хотите, ну, типа по молитве, а если не дал то, что вы хотите, ну, значит, такова его воля. А вообще так можно все что угодно под это подогнать, потому что все равно происходит так, как хочет Господь, Отец Лука. Вот такой вот вопрос вообще от людей даже неверующих, прямо на первом этапе. Дело в том, что молитва – это не заполнение заказа, который диктует с нами некому небесному официанту, что изволите, запишите. На первое щи, на второе антрикот, десерт будете – будем. Получено. Простите, на кухне сказали, антрикот и нет, все съели. Остальное будет. Дело в том, что понуждение нас к молитве – это требование определенного состояния внутренней жизни, в котором прилично нам находиться всегда. Это некоторое хождение пред Богом. Молитва – это не молитвенные правила. Если вы хотите сказать что-то о молитвенном правиле, или зачем мне читать молитвенные правила, например, то я соглашусь с вами, зачем вам его читать, если вы и так в духе ходите, в присутствии Божьем, и, как говорил Феофан Затворник, в определенном чувстве пред Богом. Это и есть, собственно, тот результат. Иоанн вот в своем рассуждении утреннем говорит, когда я начинал, мне было ужасно интересно. Интересно теперь, по прошествии нескольких лет церковной жизни, какие выводы сделали вы о том, как с молитвой надо обходиться, что от нее ждать и зачем она нужна. Конечно же, ваше сообщение о всеведении Божьем безошибочно. И Христос говорит, Бог знает все ваши нужды, еще прежде вашего прошения. Так что не беспокойтесь точно проверить свой заказ. Опытом научным многие говорят потом официанту, повторите, пожалуйста. Или они сами, чтобы не было кривотолку, говорят, позвольте, я повторю. Христос сообщает то, что и вы сейчас бесспорно справедливо обозначили. Бог знает ваши прошения и нужды, еще прежде прошения, и подаст и без вашего собственного ходатайства. Но что он без вас не сделает? Ищите прежде Царство Божие и правду его. А искание правды Божьей, оно происходит от духовной нищеты, от смиренного сознания своей беспомощности. Духовная нищета – это есть как раз обозначение такого своего внутреннего разоренности, чувства опустошенности своей, беспомощности, без благодати Божьей, что-либо доброго совершить. Вот и такие нищенки. И нищие ходят по монастырям, ходят по миру, всегда ища этой божественной помощи, которая только тогда следует, когда видят добровольное призвание. Что такое избранничество, говорит Ангел Тауст? Избранничество – это когда благодать Божия обходит сердца человеческие, ищущие, готовые ее принять. Вот ведь. Поэтому молитвенное устроение нужно нам не для решения наших житейских вопросов, а для того, чтобы мы приходили в то самое устроение, которое и созвучно нашему будущему вечному единству со Христом. Как говорит Феофан Завтворник, чудесно, великий наш учитель молитвы, мы должны быть подобны ангелам. Только те, как духи святые, бесплотные, непрестанно приносят Богу жертву хваления, и в этом их бытие, в этом хвалении Богу. Нет ангела, если нет хваления. Есть хваление, есть ангел. А мы по своему внутреннему строению должны непрестанно приносить ему жертву самоукорения, поскольку мы существо падшее, поврежденное, и без благодати его не можем творить и ничесоже. Поэтому вот эта наша нищета, наше постоянное детское протягивание ручек, сердца к источнику всех благ, это и является задачей. С самого начала бытия преподобный толкует так Паисий Величковский, ссылаясь на своих великих учителей, «Господь насадил Адама в раю, делайте рай и храните, возделывайте его и храните». И говорит, это и есть исполнение богослужебного чина и хранение внутреннего молитвенного устроения между богослужениями. Во время богослужения, само собой, наше возношение ума и сердца к Богу, наше чувство молитвенное пред Богом, приносимое ради получения желаемого, предполагается. Но дело в том, что это возможно только тогда, то самое внимание, которого нам не хватает в молитве, мы чувствуем что-то не по-настоящему, что-то не так, как нужно. Именно потому, что между молитвенными правилами, между стоянием и богослужением в храме, мы как раз и призваны приобретать себе то самое внутреннее чувство, молитвенное расположение. А вот на это настроены совсем немногие. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас Иван Крошкин, культуролог, который предложил поговорить на тему «Зачем просить Бога о чем-то конкретном, если Он и так сделает, как для нас лучше?» И у нас в гостях Татьяна Маругова, общественный деятель, поэтесса и игумен Лука Степанов. Отец Лука. Но я хочу, знаете, от лица обывателя все-таки задать вопрос. Смотрите, с другой стороны, мы постоянно молимся, славим Бога, ну, саму коренье каемся, славим и благодарим. Но мы еще должны как бы попросить, потому что когда я один период просто славила Бога и говорила, что слава тебе Господи за все, искренне даже, и искала в молитве, ну, как бы произносила прежде «Царствие Небесное, спаси нас Господи». И как-то я стеснялась уже просить. Мне батюшки начали говорить, ну, ты попроси все-таки, что тебе надо. Так вот это-то зачем, если он знает? Есть такое наставление Анзлатоуста, говорит, если тебе царь повелел просить у него, дара, какой пожелаешь. А ты, придя к нему, попросишь горсточку навоза, то ты не только не получишь просимого, но будешь еще с позором изгнан. Так, говорит, происходит с нами, если мы обращаемся ко Господу, ходатайствуя по пустякам, как раз о том самом житейском и не имеющем отношение к спасению, что составляет нашу суетную заботу. Не то, будто бы Господь не был великодушен и не знал бы наших маленьких скорбей и радостей и не желал бы нам их подать. Доказательства этому святые отцы, наши чтимые великие духовники всея Руси, сколько было тепла, внимания каждому человеку, к его мелким хозяйским заботам, у кого там корова заболела, у кого курицы что-то не плодоносят, у кого там что-то со сродственниками волнительное. И всегда с милосердием, с вниманием отцы обходились с этими прошениями. И надо сказать, что Господь не запрещает молиться о необходимом в житейском плане, уча нас одной из центральных прошений молитвы Отче наш произносить, как хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но дело в том, что в этих житейских обстоятельствах просить не вредно, молиться можно, ходатайствовать похвально, но исполнение просимого оставлять надо за Господом. Это твердая позиция такая христианская. Господи, аще тебе это угодно, да будет воля твоя. В отношении внешних событий с нами, приключающимися, совсем нельзя быть таким хотенчиком. Вот мне это надо, я так воодушевлен, мне вот это вот решить по жизни из нашего житейского, и я бы вздохнул свободно. Все-таки это обличает человека, возложившего руку в свою норалу и оглядывающегося вспять. Христос говорит, не занимайтесь всерьез для сердца вашего этими житейскими заботами. Не вовсе становитесь людьми социально изолированными, какими-то отчужденными. Мы должны целесообразно и продуктивно выполнять определенные действия, предусматривать, особенно если ты семейный человек. Да и в монастыре тоже болваны, кому нужны ему? Сказал одно, он сделал другое, пошел в одну сторону, принес не то, что просили. Поэтому всякая какая-то исправность и сосредоточенность по исполнению земных послушаний и дел наших, она похвальна. Но не должно сердце, тот самый наш орган молитвы, быть всерьез занят решением своих земных вопросов. Если преподобный Иоанн Лествич не говорит, при исполнении любого дела, семь восьмых усилий, приложи к тому, чтобы сохранить мирный дух, а мирный дух – это тот самый молитвенный, та самая память Божия, то самое хождение пред Ним. И тогда этой одной восьмой хватит для лучшего исполнения любого дела. Татьяна, я вот смотрю, вы так киваете, но у вас, видимо, свое мнение есть. Я хотела спросить, вы в жизни часто получали просимое, и часто ли удавалось смириться с тем, что приходило от Бога? Ну, вообще, для меня это очень интересная тема, и очень интересен ваш вопрос, потому что она вот красной линией, эта тема идет через всю мою жизнь, да. Так как я человек церковный, уже давно и такого же ребенка, да, воспитала, у меня как раз получалось то, что я умела просить, но я думаю, что я просила, и старалась очень сильно, и как мать, и материнская молитва, я понимаю, что это, да, я всегда, я вообще люблю молитву, жила с молитвой, но все получалось не так, как я просила. Но, вы знаете, забегая вот вперед, я хочу на несколько, вот несколько тут акцентов сделать, забегая вперед, я могу сказать, что все равно я приходила к тому, что правильно то, как устроил Господь, нежели то, как я просила. Вот самое главное, вот можно я вернусь к началу, да, к самому вашему вопросу, а то я забуду потом, я хочу это сказать, что почему нужно молиться, если Бог все равно все знает. Вот мой ответ, да, христианский, потому что Богу нужно знать нашу волю, потому что Господь видит ваше устремление, потому что легко Богу спасти, вот знаете, вот Господь может все, вот так вот раз спасти, а если получится так, как с Деницей? Он же дал всем равные условия, он дал прекрасно, а Деница возгордился и пал. Поэтому, когда он наблюдает Господь за человеком, он действительно все даст, он действительно даст лучшее, он даст все, что нужно. Но человек, молясь, я думаю, что вот этот вектор воли, да куда ты, что ты хочешь, и Господь смотрит, да, что ты просишь, как ты просишь. Потом очень вот мои наблюдения тоже, так как я веду блог, и мне очень многие пишут, особенно женщины, да, вот я молилась, 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 я не домолилась, я вот муж просил, просил, я ничего не допросила, и они обижаются, им тяжело. А я вот, мой опыт показывает, что вот она молится, она просит, но она не меняется. Потому что Господь, Он даст тебе, но Он не может дать тебе в том состоянии, в котором ты находишься. Ты просто это не понесёшь, ты это не примешь. Ты или будешь какой-нибудь склочной женой, или там, я не знаю, всем там устроишь такую жизнь. И когда вот я говорю женщинам, которые ко мне обращаются, что ищите что-то в себе. И вот тот самый вектор воли, да, и вдруг она начинает в себе искать, она начинает меняться. И вот тут вот, соответственно, получает просимое. Так бывает очень часто. Ещё что хочу сказать в моей личной ситуации, что вот я, конечно, очень молилась за сына, и мой сын погиб. И я слышу иногда такие упрёки, признаюсь это честно, что что-то вот вы верующие-то. Вот она там столько молилась, а вот у неё сын погиб. Ответ мой очень непростой, однозначный. Вопрос, что мы хотим? Вообще, к чему мы, что мы хотим? Мы хотим здесь устроиться? Или наша вера всё-таки не про эту жизнь? Вот понимаете, я это тоже поняла, что наша вера, батюшка, простите, она не про это. Она не про эту жизнь. Но при этом мы и про эту жизнь тоже должны просить. Но вопрос как? То, что я раньше говорила. А если, например, посмотреть на моего сына, который погибает после причастия, будучи чистым мальчиком, 25 лет и подьяконом, да, то есть получается, что я, да, мне там, ну, я не буду перечислять эти горести и печали, но я-то понимаю, что я-то получила, просимая, я-то получила то, что мне нужно, что там в этой жизни. Вы посмотрите, как она быстро идёт. Вы посмотрите, раса её нет, как вот парн, как роса на траве. Очень быстро идёт. И понимаете, да, что я имею в виду? А в результате я знаю, что мой сын достиг того, что, я не знаю, достигнули даже я или там кто-то. Так что вот мой ответ – это воля. Воля и то, что мы хотим. Реально. Вполне справедливые тезисы. И первый о том, что Богу нужно от нас произволение. Именно это является условием получения тех самых духовных благ и всего просимого, прежде всего духовного, для пользы душевной, для жизни вечной. Но это не бывает без синергии вот этого взаимодействия человеческой воли и воли Божьей. Поэтому молитва, она, разумеется, как-то формирует в нас самих и, можно сказать, фокусирует нашу волю, потому что мы ее излагаем, наконец, в определенной форме словесной. И это дорогого стоит, потому что она тогда наглядна. И получение просимого, не всегда ожидаемого, тоже логично. Ну, а то, что наше царство не от мира сего, это та самая главная мысль христианства, которая очень часто ускользает из внимания современника и, излагая даже какую-нибудь иерархию ценностей современных, духовно-нравственной ценности, что у нас в центре бытия. И даже вот в такой очень положительной президентской бумаге, указе о сохранении духовно-нравственных ценностей перечисляются вполне языческие именования. Жизнь, достоинство, но аксиологическую пирамиду венчает для христианина Царствие Небесное. А наши ценности, общие со всеми народами, как любят говорить, они совсем не таковы. И наша главная ценность Христос, вот наш бисер, обретение Христа, наша антропология христианская, христоцентрично. Жизнь человека имеет смысл только в связи с тем, что Бог воплотился, умер за наши грехи, воскрес и даровал нам способ усвоения самому себе в приобщении его тела и крови, в приобщении его божественному естеству. И это никак нельзя упускать из поля зрения. Но вот у нас сейчас это очень национальная задача, вернуться, как говорил один великий наш богослов, нужно вернуть народу догматическое сознание. То есть правильное понятие того, где мы живем и к чему мы стремимся. И тогда, собственно, вот эта церковная практика, о которой мы сейчас говорим, потому что то, что такое молитва, это и есть наша такая будничная и, ну, что называется, духовная жизнь. Вот, она не выполнение, это не сфера услуг, вот с чего я и начал, того, чтобы нам тут устроиться так, как нам хочется. А замечательное напоминание в житье одного святого, который, кстати, заимствовал себе Курт Ванегут. А, нет, это он тогда сказал, Господи, это один его герой из, по-моему, Бонни номер пять или Крестовый поход детей имел над своей кроваткой надпись «Господи, помоги мне». Исполнить, труд делать то, исполнять то, что могу изменить, смиряться с тем, что не могу изменить, и мудрость всегда отличать одно от другого. И еще одно святоотеческое высказывание насчет воли, которое тоже где-то уже потом и в современной литературе нашло свой оборот. Раньше, говорит святой, я все время хотел, чтобы было так, как я хочу, но видел, что бывает не так, как вы заметили, как я хочу, а так, как хочет Бог. И тогда я сказал, пускай все будет так, как хочет Бог. И с тех пор я вижу, все происходит так, как я хочу. Вот. Достаточно свою волю несколько подчинить. Я поняла, что я хотела, я же этого хотела. И, конечно, молитва в этом отношении лучшая тренировочка, лучший опыт, лучшая практика, которая для тебя олицетворяет, делает осязаемым божественное присутствие и твое смирение. Вы знаете, я вот просто сейчас сижу еще под впечатлением от слов Татьяны, и, ну, коль у нас такой исповедальный тон, я преклоняюсь, потому что я потеряла нерожденного ребенка. И я помню свою истовую молитву, что, Господи, ну, ты же все можешь, ну, пусть он будет жив. Ну, почему нет? Ну, что, тебе жалко, что ли? Ну, ты же все можешь. И ответ был нет. Я знаю, что молитва шла и у мощей Луки Крымского, и молитва шла на Афоне в этот момент. И ответ был нет. И я после этого, честно скажу, я понимаю теперь, 10 лет спустя, почему было так. Вот видите. Понимаю. Но просить вот так истово у меня уже не получается, потому что я знаю, что ответ может быть нет. И вот с этим очень трудно, ну, как бы, дальше идти, понимаете? Ну, зато вы теперь узнали молитву, да будет воля твоя, як на небеси и на земли. Доверие. А не только хлеб наш насущный. Да и в отношении хлеба насущного мы доверяем, что Богу лучше известно, что нам необходимо из того земного, что поддерживает наша жизнедеятельность. Может быть, только ради вашей молитвы, вот этой горячей. Батюшка, простите, если это будет дерзко. Господь отменил то самое, что могло вдруг случиться, если бы этот ребенок остался. И вы бы то не понесли. А Господь ради вашей молитвы, ради, он отменил. Как помните, этот знаменитый случай с Рылеевой, да? Да, да. То есть, и Господь говорил, не надо. Она выбрала, чтобы он не... Она не умер. Пусть он будет жить. И что произошло? Мятежник вообще, страшные вещи. Я просто напомню, да, что разговор шел о том, что он болел, и либо... Три года ему было. Да, три года. И матери Господь показал, что он умрет страшной смертью, а сейчас он попадет в Царство Небесное. Он будет ангелом, дождется ее, да. Но она выбрала здесь и сейчас и потеряла его в вечности. Вот что страшно. Я напомню, что в эфире программа Клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему «Зачем в молитве просить о чем-то Бога, если он и так знает, что для нас лучше?» Тему предложил Иван Крошкин, культуролог. И в гостях у нас Татьяна Маругова, общественный деятель, поэтесса и игумен Лука Степанов, настоятель Спасской, Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского госуниверситета. Мы прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь. Клуб частных мнений на радио «Вера». И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в эфире программа Клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня обсуждаем тему «Зачем о чем-то просить Бога в молитве, если Он и так знает, что для нас лучше и сделает как лучше?» Тему предложил Иван Крошкин, культуролог. И у нас в гостях Татьяна Маругова, общественный деятель, поэтесса, человек очень непростой судьбы, который молитву знает не понаслышке, и гумен Лука Степанов, настоятель Спасской, Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского государственного университета. Я даже, честно сказать, в растерянности, да, Вань, все-таки твоя тема. Ты сейчас сидишь, киваешь, а глаза у тебя большие, Вань. Какие-то выводы делаешь, походу. Ну, у меня есть, да, некоторые ответы на тот изначальный вопрос, который я ставил, что Богу действительно важно наше слово, что это слово, оно как бы утверждает некоторые, ну, наши внутренние какие-то мысли. Мыслей у нас много, но мы знаем, они меняются, вот, но нужно Богу слово. Но, конечно, появляются новые вопросы по нашему обсуждению. Мы говорим здесь про волю Божью, мы говорим здесь про то, что надо ее понять, и о ней молиться, и Бог дает то, что по его воле. Вот. И, может быть, это как бы такой, ну, дерзкий вопрос, ну, а может ли человек молиться о том, о чем, может быть, ну, Бог не предполагал, но можно его как бы, ну, упросить что-то сделать, вот, что-то попросить. И я тут хотел бы просто привести два примера из последней, вот, из жизни. У меня на руке недавно выступила какая-то такая насыпь, вот, просто, ну, какие-то такие точечки пошли. Ну, я пошел к врачу, и там мне сказала одна девушка в очереди, говорит, ну, если вы человек верующий, ну, у вас самый главный доктор есть. И я думаю, ну, дай-ка я помолюсь об этом. И я начинаю молиться, и слова не идут, потому что сразу ты думаешь, ну, а по воле это или не по воле. А потом вспоминаешь слова, и где говорится, ну, просите дано будет вам. Ты думаешь, ну, я, кажется, человек все-таки церковный, вот, там наверняка Христос обращается к ученикам его, вот, и думаешь, ну, просить или не просить. Вот по воле это будет или не по воле. И могу ли я, как бы сказать, Богу, чтобы он принял мою волю. В чем-то, может быть, это будет его какая-то великая милость ко мне. Вот. Если это мне там не навредит. И, конечно, сразу появляются мысли, но, может быть, он это не дает, потому что это навредит, потому что, я не знаю, я не приму это, потому что это будет какая-то, не знаю, в прелесть впаду, вот, которую вот монахи... Может, можно просто потерпеть чуть-чуть. Может быть, такое вот, испытать терпение. Может быть, да, нужно потерпеть. Это тоже как золото, да, в гарниле. Иногда нужно, знаете, так вот попечь немножко, чтобы человек... А вот второй случай, это мы недавно возвращались из Ярославля на машине, вот, ехали, и вдруг начался, ну, не просто ливень, а дождь, что называется, стеной, когда ты не видишь даже на пару метров вперед. И вы едете со скоростью 70-80 км в час. Это очень страшно. И я начинаю Богу молиться, Господи, помоги, чтобы этот дождь поскорее закончился. И одна минута, и дождь заканчивается. И я славлю Богу, я понимаю, вот он слышит молитвы. И действительно, ну, я понимаю, что это ответ на эту молитву. Это 100%. Вопрос в чем, Ваня? Вопрос в том, просить или не просить? Вопрос в том, что да, действительно ли... Ну, как просить? То есть, когда ты не знаешь волю Божию. То есть, просто просить, а потом, вот если оно сбудется, ну, как вот вы говорили, тогда по воле Божией. А если не сбудется, ну, значит, это было не по воле Божией. Или все-таки можно так просить, что, ну, Бог может смиловаться, как Он это сделал, как мы помним, с Хананеинкой. Вот она просила его. О земном, между прочим. О земном, да, ну, об исцелении дочери. И Христос говорит нет. А потом услышал ее ответ. И что-то все-таки изменилось. И уже говорит, говорит да. Такое же тоже, получается, бывает в нашей жизни. Получается, как-то вот с этой стороны. Я вот тоже сейчас думаю, что, какие примеры у меня есть. У меня знакомый ремонтировал кухню. Где-то под потолком ползал. И я говорю, ты попроси святителя Николая, чтобы все хорошо получилось. И он так, ну, ладно, если не буду справляться, попрошу. А сейчас не буду по пустякам беспокоить. Вот это беспокойство по пустякам, да, вот оно нужно или не нужно, с одной стороны. С другой стороны, такое слово есть вымоленный. Вымоленный брак, вымоленный ребенок, который дается по милости Божьей, но, может быть, не задумывался Богом. Или мы куда-то не туда ушли, отец Лука. Думаю, что не совсем туда. Потому что апостол Павел, передавая волю Божию, говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодаритесь. И я есть воля Божья, а вас. Следовательно, молитва, это не значит непрестанное прошение так, чтобы сейчас я доехал до дома без пробок, чтобы на ужин было то-то и то-то, вот, чтобы эти позвонили, чтобы эти наоборот не звонили, чтобы это было, ну, понятно, говоря о непрестанной молитве, речь идет именно об определенном устроении внутреннем, которое нам надлежит стяжать. А его как раз среди этого мелкотемья никак не стяжешь. А простите, дано будет? Простите, дастся вам, ищите, обрящите, но это сказано о Духе Святом. Когда апостол Лука вот эту, эту словесную период Господень передает, то, в отличие от евангелиста Матфея, у него есть некоторые уточнения. Так и Господь, Отец ваш Небесный, даст Духа Святого просящим у него. При том, что сказано, просите, усердствуйте, но, тем не менее, остается актуальным наша чрезмерная попечительность о житейском и малом. Конечно, в Духе Молитвенном надлежит исполнять и всякий труд. И Господи, помилуй, Господи, прости, помоги, Господи, слава Тебе, Господи, Боже, очисти, Господи, помилуй, составьте, говорит Феофан Затворник, из любимых вами стихов Псалтири, которые особенно на сердце легли. Вот свои собственные канончики, свои собственные правила. Вот их повторять все время. Или 24 молитвочки Иоанна Златоуста в вечерних молитвах. Он вообще советует не стремиться к вычитыванию какого-то определенного объема. А то, говорит, что-то начал, что-то я не дочитал. Потом во время литургии стоит народ в полуподвале дочитывает канон ангелу-хранителю, иначе он не может причаститься со спокойной совестью чувствуя что-то недочитанным. Заботясь о самом духе молитвенном, а не об исполнении какого-то молитвенного правила и произнесении каких-то слов, святитель Феофана говорит, вообще просто отделите себе какое-то время. Есть у вас 10 минут с утра, пускай 10 минут без всякой торопливости и суеты будет посвящено приобретению вот этого внимательного пред Богом предстояния с этими чувствами определенными к Господу. А вовсе не перечнем услуг, которые ты от него ждешь. Ну вот мне, знаете, что на сердце легло такие слова тоже одного священника, что мы должны к Богу обращать и дух, и тело, и душу. И вот эти наши эмоциональные переживания, даже в одной песне мне нравится очень, прости Господи, что по мелочам тебя не тревожил. Меня вот как-то она очень тронула, потому что, ну получается, если мы хотим постоянно быть пред Богом, но мы же немощные, и у нас есть какие-то свои желания, да, Вань? Ты про это спрашивал? Ну, в том числе, да, про это, даже про какие-то бытовые вещи. Татьяна, вы просите по бытовым вещам Бога? Постоянно. Я очень хочу на этот вопрос ответить. Я уже, знаете, если бы в школе я бы уже руку тянула. Я думаю, что вот наше обращение постоянно к Богу, вот вы сейчас рассказывали про дождь, я вам сейчас такую вещь смешную скажу, громко не смейтесь, вот я, у меня машина большая, я каждый раз прошу, чтобы было парковочное место. Да, да. Представляете, я не могу, потому что я знаю, что если Господи меня попросил, я буду вот так вот кататься, я постоянно подъезжаю, Господи, понимаете, и помогает, всегда помогает. Я думаю, для чего это вот нам, христианам, необходимо, для чего нам, потому что это держит нас в постоянном богообщении. Понимаете, вот вы не то, что зашли на 10 минут, это очень здорово, это очень хорошо, но потом ты в своих делах, ну и в суете, а когда тебя вот, у тебя всё время есть нужда, как к отцу, да, как пап, ну мне вот это, вот это. Во-первых, это исключает состояние одиночества, так вот я, в общем-то, это очень на себе испытала, да, в своей жизни, это исключает состояние одиночества. Я никогда не одинока, потому что я постоянно с Богом разговариваю, мне вот это, и вот это, вот это, это не какие-то судьбоносные вещи, от которых будет зависеть моя вера. Нет, конечно, но это просто вот моё состояние богообщения. Вот это первое. И второе, батюшка, простите меня, пожалуйста, я всё-таки не в храме, я мирской человек, я иногда немножко люблю заглянуть куда-нибудь в физику. Вот сейчас очень модно квантовая физика, я не знаю, можно ради веры об этом говорить или нет. Ну почему же нет, это очень интересный Я вот недавно смотрела какие-то лекции, слушала, мне иногда нравится залезть, и вот интересно, физики пришли к тому, что наблюдатель и опыт, да, то, зачем он наблюдает, по сути, через вот эти вот влияния этих частиц становится одним и тем же. То есть, если физики пришли к тому, что, вот, например, если я наблюдаю за тем, как растёт растение, значит, оно будет расти иначе, оно будет расти лучше под действием наблюдения. И тогда я сразу, а я всё перевожу в духовную сферу. Я такой человек, мне моментально всё, думаю, так это если я всё время обращаюсь внутри к Богу, значит, я соединяюсь с своей молитвой, да, если даже посмотреть на квантовую физику, получается, в этот момент происходит тайна, что я всё время нахожусь в Богообщении. Поэтому, я думаю, любые мелкие, бытовые вопросы, они, наверное, даже нам необходимы. Вот я имею в виду молитву, вот всегда. По мелочам. Молитвы по мелочам. Вот про парковочное место. Даже, извините, да, есть такой анекдот, что наоборот, главное не впасть, когда человек едет и говорит, Господи, дай мне парковочное место, дай мне парковочное место. О, освободилось, спасибо, уже не надо. Вот. Нет, нет, ну, спасибо, что вы. Ну, разрешите вас тогда словами Господними немножко пообличать для разнообразия, не со зла. Вот. Не говорите ко Господу, в Нагорной проповеди Христос призывает, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, или куда припарковаться, ибо всего-всего люди мир, века сего ищут. Вот. Смотрите на лилии полевые, как они цветут, не трудятся, не придут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждый из них. Вас ли, любимых чад своих, не облачет, облечет Господь в блистательные одежды, несравненно лучше, чем вы для себя бы попытались изобрести. Батюшка, тогда мы возвращаемся к началу передачи. Тогда получается, зачем молиться, если Господь все равно знает. В этих словах именно вот это молитие. Мы говорим, о чем молиться, как молиться. Так нужно же или не нужно? А я думаю, вот нужно. Даже если Господь сна. И когда мы говорим, когда мы слушаем святых отцов, которые призывают нас непрестанно молиться к непрестанному деланию, бесконечность наших монашеских чёточек напоминает нам о всегдашнем молитвенном делании. Но молитвы, какие мы призваны употреблять, любые, мотореев, или плач, Божьей милости будем мне грешным, или Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешную. Хорошо, если вы паркует, как раз говорить, место бы мне, место, место, местечко, Господи, пошли местечко. Или вы говорите, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, была бы наша милость Божья. В том, что у вас получится то, что земное, что вы делаете, чтобы не доставлять вам лишних хлопот и переживаний, а в том, что то, что есть у вас, то не будет приносить вред, то, чего нет у вас, то только к вашему же облегчению духовному. Так что, видите ли, не о точном выполнении вашего заказа по горизонтали, а о сохранении вашего состояния по вертикали. — Мирного состояния, да? — Мирного, молитвенного, доверительного Господу, покаянного, кроткого. Вот это и есть, видимо, та самая молитва. — Особенно, если я, не дай Бог, не успела затормозить, такое тоже бывает, и Господь вот так останавливает меня, чтобы я сразу «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». Именно так и происходит, батюшка, все правильно. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений» мы обсуждаем тему «Зачем просить о чем-то конкретном Господа, если Он и так сделает, как для нас лучше». Меня зовут Наталья Лангамер, в студии у нас Иван Крошкин, культуролог, который предложил эту тему, Татьяна Маругова, общественный деятель, поэтесса, и игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского госуниверситета. Отец Лука, а вы когда-нибудь о чем-то просили? Не знаю, болеет родственник какой-то, еще что-то? Было такое, чтобы вы просили о конкретном? Нет, ну я в качестве своей непрестанной обязанности у себя в келье, и у меня есть листочек молитвы об исцелении. Священника на дню десятка раз минимум попросят люди помолиться о болящих, не считая это тех записочек, которые в монастыре у нас, в алтаре, на проскомедии. Бол такой-то, бол такой-то, бол такой-то, тяжко болящий и болящий, поэтому меня и утром, и вечером при моем правиле келейном непременно молитва об исцелении тех, кого помню по именам, и те, чьи имена Господь знает, непременно молюсь. Ну как же, в нашем чине богослужебном существуют специальные прошения на проскомедии и о путешествующих, и о болящих, и о войнах наших, о победе нашей. А подходит человек и говорит, помолитесь, батюшка, чтоб сын экзамен сдал. Ну, Господи, помоги, просвети его, Господь, и почему же здесь не ответить каким-то упованием в поддержку и напомнить этой своей молитвой и самому папе переживающему о том, что над нами Господь, заботящийся о всяком благе, в том числе о стяжании добрых знаний и о преодолении разных испытаний. Да, но это все-таки такие наши будничные прошения, относящиеся к хлебу насущному, которые не являются признаком нашей суетливости, осуеченности, но те нужды, которые умел заметить и на которые ответить своей божественной силой, сам Христос выносит вдовичьего сына. Не всех воскресил почивших сыновей Христос, а конкретно перед его глазами останавливает траурную процессию и безутешную вдову. И для сначала даже из-за своего милосердия, из-за своего сострадания делает то, что он может сделать, как Бог всемогущий отменяет в данном случае закон смерти. Ну и с другой стороны устраивает это воскресение ради веры и правильного исповедания его, как Бога всемогущего, вот тех многочисленных людей, которые тут собрались. Огромную пользу от этого воскресения, воскрешения отрока получают участники, все участники траурной процессии, как и воскрешение Лазаря. Для чего еще это нужно? Как в тропаре сказано, общее воскресение, прежде твоей я страсти уверяя, из гроба воздвиглась и Лазаря Христе Божий. Поэтому очень часто исполнение наших прошений, а иногда и сверхъестественная такая радость, которая подается вопреки обстоятельствам и, кажется, уже свершающемуся печальному течению дел, это дело божественного торжества, это подкрепление в вере тех, кто участвует в этом. Ну, при том, что, тем не менее, распространение, распределение добра и зла и благ земных не бывает у нас равномерным и исключительно зависимым от молитвы. Они молятся, а чего же ты тогда такой бедный, если ты верующий? А чего же ты тогда, это по протестантскому такому мировоззрению, что Бог бедных не любит? Вот, ну, я имею в виду даже таких либерально-обновленческих. Вот, если вы Бога знаете, что же вы сами такие непутевые, да невезучие? Вот, где же ваше везучество? И здесь только в доверии промыслу Божьему и в отсутствии каких-то особых заявочек. Вот это слово Господне, придя за трапезу к господину, садитесь на последнее место. То есть не ожидайте себе ни особых почестей, ни особого внимания, ни особого утешения. Будьте как бы самоприговоренными к тому, что не должно у вас быть все в шоколаде. И тогда вам будет удобно, получая или не получая иногда того, что хотелось бы, или что по жизни было бы, ну, кажется, приятно, оставаться в том самом благодарном, благородном расположении души. Отец Лука, у меня такой еще вопрос. Вот смотрите, в послании святого апостола Якова, по-моему, говорится, что тот, кто просит и не верит в исполнение, то он как бы ненадежен, да, подобен морской волне. Но тогда, а тогда как быть, если мы просим, в принципе, чтобы было хорошо, опять возвращаясь к Ваниному, да, вопросу. Я, допустим, ну, не знаю, прошу сейчас переехали на дачу, чтобы у меня коты не сбежали, да, мне это важно. И я не знаю, как будет. И у меня вопрос моего контакта с Богом, у меня немощный, он тоже вызывает вопрос. И я сейчас просто вспомнила, да, вот это послание и подумала, ну, здесь-то ничего душевредного не будет, Господи, ну, ты сделаешь. И мне показалось, что я поверила, что он сделает, хотя не знаю. Понимаете, я вот про... Вы на таких высотах, отец Лука, а я все про земное, да, Татьяна? Да, да. Батюшка, да. Господь не отвергает молитвы и о простом, и о нашем земном счастье, но если мы будем слишком от Него зависимы, то действительно не получим этого никакой пользы. А Господь все, что не делает, все делает во благо. И когда я начал вот эту мысль о том, что и не все праведники благоденствуют, и не все злые наказываются, то исключительно в направлении утверждения реальности будущего бытия. Иоанн Златоуст вот такую филигранную предлагает и виртуозную тираду. Не все праведники благоденствуют, то есть получают все хорошее земное, чтобы ты не подумал, что нет будущего воздаяния. Не все праведники страдают, чтобы добродетель не была ужасна. Если ты добродетельный, будешь страдать, у тебя надежда, награда в будущем, так что оставайся в юродстве, в бедности, в нищете, в скорбях, в потерях, потому что будет тебе воздаяние. Не все праведники скорбят и лишены земных благ, которые человеку в радость, для того, чтобы добродетель не была ужасна. Не все злые караются здесь, для того, чтобы ты не забыл о воздаянии вечном, ибо надлежит там получить сполна всем тем, кто не пожелал примириться с Господом и очистить свои прегрешения покаянием. Но и не все злые здесь благоденствуют, для того, чтобы не был привлекателен грех и зло. Ну, я все-таки вот так и не понимаю, а во что же мы тогда должны верить, что дано нам будет? Во что? Ну, то, что нам дано будет Царство Небесное, если мы стараемся, да, и вектор наших усилий туда устремлен, это понятно. Но о чем тогда еще просить, и дано будет? О чем еще? О чем речь-то? Отец Лука. Я думаю, что в самих прошениях о земном есть перспектива себя дисциплинировать. Если сначала мои просьбы о успехе каких-то наших предприятий, то потом они становятся, может быть, все более милосердны и направлены на благо ближнего. И живот наш сокровен со Христом в Боге, и все меньше занимают нас по ходу христианской жизни обстоятельства вот этих самых житейских мелочей, которые кажутся нам бесконечно важными. В юности, это же юности свойственно впасть в какое-нибудь отчаяние или уныние из какого-то своего неуспеха, из-за неполучения того или сего. А зрелость уже несколько менее, скажем так, уязвима от этих неудач, уже попривыкшие к ним. А просвещенные Богом старость, так и вообще, говорит, суета, сует, сказал Экклесиаст, и все, суета и образ Иоанна Златоуста. Это если человек идет некий принц для того, чтобы принять царство, и по пути в город, где ждет его венец, вынужден переночевать в некоторой таверне, много ли он будет там обживаться, если его настроение, его устроение направлено туда, в свой завтрашний день, к своим завтрашним венцам и торжеству, много ли он будет благоустраивать свой ночлег мимолетный, который для него особенного значения-то и не имеет. Так что, видите, если душа пока болеет пристрастием к земному, то Господь будет ее лечить, в том числе и неисполнением их желаний. Бойтесь ваших желаний, ибо они сбываются, и попускает Господь сбываться иногда вашим порывам, в которых мы Ему исповедуемся. Господи, мне это надо, сделай для меня вот это, это мне надо сейчас, я тебе четко, точно говорю, сделаешь, а потом будем уже думать о великого души, о нестяжании, потом буду я и нестяжательным, потом будем раздавать имение, но пока дай мне это имение, и будет хорошо, а потом разберемся. Но мне нужен, наконец, электромобиль, потому что, потому что, потому. Конечно, наше пристрастие к земному врачуется или от него врачует нас Господь тем самим потерями и неисполнением. Подопроси сколько хочешь, разве Господу жалко, как говорит пророк, вот и пророк Исаия, да, как вы друг друга, людей обременять не хотите, нет, друг друга старайтесь не обременять, точнее как, не боитесь обременять друг друга, зная, что все-таки найдете отзыв, а Бога не хотите обременять прошениями своими, разве Бога можно обременить, так что обращайтесь к Нему, не храмлите на оба колена ваши, не отвращайтесь от Бога к идолам поганым, а Он источник всех благ, так Его и просите о них, и за Него благодарите их. Но видите ли, здесь как раз по-разному мы просим о житейском, и Господь, зная это, подает или не подает, житейское, врачу и нас самим вот этим подаянием или отказом, и то и другое бывает для нас в разное время полезно, а из выводов жизни, из опыта всем интересно все равно обменять, все будет, о чем ты просишь, и как ты хотел бы, чтобы устроилось устроиться, но оказывается не через пару-тройку лет, как ты согласен потерпеть, а лет через 20-30, как оказывается по жизни, то, что тебе кажется в ней необходимым, в переменах разных твоего, и внутреннего, и внешнего, в обстоятельствах твоих, а бывает, что это как раз бы результат почти всей жизни. То есть Господь учтет и сделает, если нам будет полезно. Ваня, мы сдвинулись с мертвой точки начала твоего вопроса в этой теме. Мы очень далеко продвинулись в этой теме, и из ответов отца Луки и Татьяны я действительно получил ответ. И вот он заключается в том, что прошение и молитва, ну, это не то, когда ты отправляешь бумажечку с шариком на небо, вот, там шарик туда долетит, бумажечка доставится, и, в общем, и оно будет как-то исполнено, это желание. Вот, а что, о чем говорил отец Лука, просите и дано будет вам, говорится о Святом Духе, а Святой Дух я понимаю как общение с Богом, то есть пребывание в этом общении. Вот, и, то есть, если молитву рассматривать действительно как общение с Богом, как не просто я тебе говорю что-то и диктую, но вообще и тоже было где-то у Антония Сурского посидеть две минуты, послушать, что Бог мне отвечает на мои запросы. Вот, да, Владыка Антоний. То есть, чтобы это действительно было общением, чтобы понять его волю на какие-то вещи и вообще услышать и увидеть, и почувствовать совестью, а насколько то, что я прошу, это правда мне нужно, и насколько мне об этом стоит беспокоиться. И на самом деле мы какие-то ответы можем найти, которые мы сейчас, может быть, задаем, если действительно пребывать в постоянном богообщении. Многие вопросы просто отпадают, и нам становится что-то понятнее. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И в гостях у нас был Иван Крошкин, культуролог, который предложил эту тему для обсуждения «Зачем о чем-то просить Бога, если он и так сделает, как лучше для нас?» И в гостях у нас была Татьяна Маругова, общественный деятель, поэтесса, и игумен Лука Степанов, настоятель Спасской, Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского государственного университета. Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, мы еще будем как-то это переваривать внутри. Храни Господь, Христос, Воскресе! Воистину, Воскресе! В эфире была программа «Клуб частных мнений». Мы вернемся в эту студию через неделю, в воскресенье, в 18.00. До новых встреч! Клуб частных мнений на радио «Вера» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова